ВИЧИ Гейминг Да... кайф Визаж вторым пиком для ВИЧИ Гейминг ВИЧИ, короче, выход в СВЕНА Чувствую прям, в СВЕНА выход делают В СВЕНА? В СВЕНА? Ну, просто СВЕНА Просто тебе так хочется? Просто СВЕНА, который бесполезный кусман Либо тролляц Это ближе к делу Я вообще подозреваю, что выход может оказаться Какого-то антимага для БЕРННГа Не забываем, что он есть Этот БЕРННГ Да ну, против Эмбера ДУМА Против Эмбера хорош, конечно Против Эмбера ДУМА Против Эмбера очень хорош Но ДУМА, конечно Ну слушай, ну против Эмбера ДУМА Половина героев не хочет за меня играть Кертус Бросси, они неплохо взяли, да, Азор ДК, например Вот это вариант Но что-то не подумал, что ВИЧИ так Хотя, кто их знает вообще Можно еще раз БЕСМАСТЕРО взять ВИЧИ и сделать с Вардара КЕРИ Не-не-не-не Нужно еще что-то фиксирующее Против Эмберца Ну что-то такое, более четкое А больше Леона подобных героев, Егор В студию, пожалуйста Леоноподобный, действительно, герой Нужен либо на суппорт Либо все-таки Желательно в каждой игре Чтобы было штучки по три БЕСМАСТЕРО Подобный, кстати, ДРАГО НАЙТ Какой-нибудь, не п*** бы, заехал для ВИЧИ ГЕОРГИ Кстати, хороший БОНБОНИК Ну ДУМ, ЭМБЕР, БАУНДИХАНТ БЕРИТЕ ДРАГО НАЙТЕ ИДИТЕ ПУШЬТЕ ЭТУЮ ПОМОЙКА Да Да Так же, как ЕХОМ делали Можно начинать Неожиданно При том, чтобы БАУНДИХАНТР Потом, неожиданно Вернее, ДРАГО НАЙТЕ Неожиданный АБАДОНЧИК Не, ну, чтобы Чтобы не палиться Чтобы не палиться Но неплохо Ты сейчас должен Почему неплохо? Здесь ДАБЛ ХАРД Можно очень хорошо стоять Даже с ВАРДАР Ну, тут просто ВИЗАЖ получается с АБАДОНом Это так Хорошо ВАРДАР, АБАДОН в ХАРД ставишь Они там выносят все, что им нужно ВИЗАЖ Даже не находясь на пулах Просто делят экспус керри Тоже больно быстро Ну, в общем, да Нет, здесь А потом нормально Если ты собрался действительно пушить Но ВИЧи Даже если ты не собрался пушить Луна, ДК и плюс 1 Снимают треки Снимают треки Луна, ДК и Джокерос Подпушим же Нет, нужно Раста, Раста Или Раста, да Или ВИЧ Доктер Раста Посмотрим, как подумают ВИЧи Ну, против вас уже три помойки Берите пуш Три помойки? Сильные Блэйтей Ну, непонятные В Эрли гейме это вообще никто Непонятность перед брейком Убивайте их Мало, мало Против Дума играл, Югород Ну, я, конечно, ставил На Сикре 2-1 Так что неплохо, что ВИЧи не собираются давить Мы уже делали Дума в Эрли гейме Который бежит На втором, третьем левеле За тобой под тавер Убивается и уходит от трех героев Ну, это не то Ну, а что делает этот Дум На десятой минуте Когда с Мекой идут И ВИЧи давить Что может твой герой? Что может этот Дум? Ни*** Да, нужно только подумать Как тебе дожить Даже до этой самой десятой минуты Против Баунти Хантера И думаю, Баунти Хантер Здесь можно пока что Делов натворить И именно с этой целью Наверное, взял ВИЧи Так берется ВИЧ-Доктор вот этот? Ну, и... ВИЧ-Доктор И охраняет В МИДе ВИЧ-Конфонде охраняет Охраняет как охранник Охраняет как охранник? Да Ничего себе Скорее умирает как еда Скорее умирает как еда Мертвая еда Ну и... Инвокера пушит неприятность Он будет Тем более... А он скорее всего Хотя... Он может быть есть вообще любит Да он хорошо взят как раз Может есть QV будет точно Потому что уже есть два дамагера Говорили Ну да Тут уж точно QV хорош будет Но это же Инвокер в МИДОС А тут Квапа раз А тут Квапа не факт, что в МИДОС Ну а тут... Ну да вообще Квапа может пойти в легкую Напрашивается конечно Квапа в МИДОС Ну напрашивается По Спиритбрейкерам Вы этого Инвокера убьете QV-шного Инвокер? Ой-ой-ой Просто Квапа Спиритбрейкер Выглядит по солиднее Чем Болтиханзер Инвокер В МИДе В этой схватке Забаннили Фантом Лансера Тим Сикер Несмотря на то, что есть с Эмбером Тут опять какого-то Джаггернаута допустим взять Джаггернаут Уже был забанен еще во второй фазе Джаггерут баня Не знаю как вам, а у меня таком Тимак все равно хорошая персона И пофигу на этого Дума Как бы Дум он Дум И ничего не поделаешь Более-менее на самом деле Если он получит тут фрифарм И вынесет быстро батлфью ремонту И не успеет подставиться Под фузика что ли бан? А то че это вот за аппарат такой? Ой сик, ну какой хозик против Думы? Ну смотри а зачем банить аппарата Ну а че нет Ну... Эээээ.. Ладно, давай увидим Но просто не вижу смысла банить в просто атака этого аппарата Здесь он не под какую 3 под комбинацию Не против чего-то хилищего Ну здесь нет ни одного героя Хускар против DUM, но не герой Если антимаг он может в драку заходить в любой момент Может сплитить, может много чего делать во всех игре Это Хускар, я ухожу. То мистер Хускар, он ничего не может. Но если это Хускар, то тогда мы тебя сажаем вместо Супера. Вот Лакон это пойдет. Вот это да, намного поинтереснее, чем Хускар смотрится. И действительно, можно здесь быстро закончить. Подпушить, подпушить, поддавить, задавить. Итак, ребят, третья карта. Сикрит против Вичи Гейминг. Победитель, как минимум, топ-3 этого турнира. И эта карта начинается прямо сейчас. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами опять мы, на этот раз последний, уже раз за сегодня. С вами Light of Heaven, с вами Каспер. И мы начинаем смотреть решающую карту Вичи против Сикрит. Драфты просто нереальные. Да, что ж, Вичи Гейминг после прошлой игры сказали, что ну его нафиг. Раз уж что-то непонятное произошло, то давайте мы это отправим в ван. Но, как можно наблюдать, Team Secret и вообще кисло. Они продолжают нас удивительными пиками радовать. Да, да, действительно, сталкиваются нас лицом к лицу сейчас две, скажем, стратегии. Причем у Сикрит вот этот пик Инвокер, он мне действительно очень сильно понравился. Потому что было видно, что Вичи собирается драта, и Инвокер как раз подходит под эти замесы. Причем почти неважно, какой он будет, там, Квас Векс или Экзор, там, и Метиллос будет норм, и все остальное тоже, в принципе, будет норм. Да, в любом случае, как вот многие подчеркивают, что если у вас есть Эмбер Спирит, которому нужно очень много фарма, если Думбингер также, там, нуждается в каких-нибудь барабанах, блинке, или, может быть, что-то еще существенное, то лучше всего взять героя, который не так чувствительный к артефактам и может жару давать. Да, да, просто уровень. Уровень нужен, а в миде он его может получать очень качественно. Ну что ж, давайте пройдемся по игрокам. Команда Сикрит, Пупей, мы видим, на топе бегает на Шотл Шамане, рядышком с ним Виха, Инвокер, Этернал Энви, Эмбер, Спирит. И на нижней линии обосновались Пайлайдай на Баунти Хантри и Мизери на Думе. И команда Вичи Гейминг супер играет на Медовом Люкане, Фенрир, Спирит Брейкер, Айсайсайз, Хардовый Слордар, Фуай на Визаджи и Бёрнинг на Кэрри Квину Фейн. Ох, у шити, Кэрри Квину Фейн. Ну, у Вичи это уже, скажем, сигнатурка. Наверное, отыграл больше, чем на любом другом персонаже за последнее время. Дают ему антимагов. К сожалению, для него самого пересел на Квапу. Тоже Блинк. Мы уже тут находили параллели между героями. Играет Бёрнинг. Ну, и, в общем, нижний урон забирает у нас Лейкан, верхний урон забирает инвокер. И обои два отправляются в центр. Так, довольно-таки необычный лайнап у нас ожидает от Тим Си, от Вичи Гейминг, потому что здесь новиночка. Волк идет в мидлейн. Мы видим также Баратрум. Но, если честно, то Баратрум пока ищет для себя место, потому что некуда бежать. Просто некуда бежать, как в том фильме. Да, Спиртбрейкеру, конечно, бы не помешало сейчас себе пристанище хоть какое-то найти. Ну, конечно, он может найти его, гоняя того же Баунтихантера, потому что Баунтихантера как раз он просто вертит на своем кодиле, как хочет. Но это не такая уж и простая задача, найти Баунтихантера. Баунтихантер-то к месту не привязан. Он может и на топ пойти, и вниз пойти, и на мид пойти. Куда угодно он может пойти. Ну, вот сейчас Пайлайдай приходит на мид, выходит на Супера, решили его прохарасить. Вырывается Баратрум. Довольно-таки неплохо Волок на развороте решил подраться. Пайлайдай, видимо, еще ничего не понял. Начинает его бить вдвоем, еще дасты, но Баунтихантер не в инвизии. Да, и вот это немного сыграло злую шутку, потому что не могут теперь никак догнать этого сна Баунтихантера. В итоге даст потрачен впустую, но Вичи показали то, что не забыли, что такое Баунтихантер в миде. Хотя сейчас супер под снэпом, очень опасно, еще одну пануху, но нет, там Хеллинг Салф. Конечно, уже с самых первых минут ребята неистово нагнетают. Ну и свою задачу вроде как Пайда сделал. Первый уровень развил Волка на фласочку, теперь вторую, ну, чтобы принести вторую, нужно небольшое время. Продолжает с ним меняться по хп, ощущение, что, ну, у него просто такая миссия загнобить Волка на старте. Ну да, да, чтобы не было какого-то там супер халявного фарма. Вот, кстати, сейчас у Спиритбрекера появится уровень 2, поэтому он становится значительно опасней. И Баунтихантеру с него так вот точно не стоит хитаться. Ох уж эти разборки между Баунтихантерами и Баратруами. Фиридбрер забрал руну иллюзии. Так, ну и Пайло, да, использует последний инвиз, чтобы можно было Волка прохарасить. То есть нету какой-то сентрии, мы видим то, что инвокер продолжает его аккуратно напрягать. И, по идее, ну, по идее, ВГ с горя пополам устраивались. Слушай, они сейчас будут продолжать убивать Ликантропа, появляются продоволки, тут входит Мидери и Нежда. Как он вообще здесь оказался? Беретбрекер въезжает в толпу, еще одну тычку, но Баунтами подблочил сам Фитерира Ликантроп. Что произошло? Ну, ладно, ладно, Фитерир в любом случае ушел, хотя бы малой кровью отделались, но все равно потеряли своего лидера. Но Баунтихантер окупился полностью, никто вообще не ожидал дома, что он может выйти в спину и, как оказалось, просто ушел с линии. А, где СССР? Где СССР? Где Миссы? Потому что СССР сейчас негодует. Что же за дела такие произошли? Да, ну, Бернин пока на линии стоит вообще замечательно, то есть ему вообще никто не мешает, он дэнает просто, я не знаю, настолько яростно, насколько этого в принципе можно делать. Потому что у него 17 добитых крипов чужих и 18 своих. И Мизери, и Мизери понимает то, что раз уж такой дикий Бернинг стоит на Изилене и вместо против него очень тяжело что-то сотворить, он принимает попытку пойти в свои леса и аккуратно зафармить их. Ну, Дум может это сделать, собственно, поэтому и его берут, и Дарксиро берут в коина в оффлейн, потому что чуть что не так, сразу сорян, бро, надо уходить отсюда. Да, ну, показывает Винрейт с этими героями. В Антихан 6 игр, 6 побед, Эмберспири 12-2, ну, Дум тоже 7-2, в общем, умеют, умеют кнопки нажимать на этих персонажах. Это конкретно то, о чем говорит эта статистика. Походу на то, что Team Secret в последнее время, когда пикают героев, они просто смотрят, так, на чем мы там хорошо играли. Так, вот этот герой, да, нам и по лайдаю на Антихан 3 вроде тоже ничего, ну и раз уж идет, то давай возьмем, получится. Да, ну вот у Спиритбрейкера есть дасты, поэтому сейчас лучше по лайдаю, конечно, не подставляться, но он пока с руной инвиза, немного мана она ему сэкономила. Так, тут что-то непонятное происходит, за кем вообще гоняются, в чем дело? Там что-то жесткое происходит, прям невероятные крики. Я пытаюсь понять, что случилось, ну ладно. Окей, сделай вид, что, о мой вон, что-то произошло! Я сразу игреров посмотрел, ворды посмотрел. Думаю, вроде все как обычно. КП там же просмотрел? КП просмотрел. Может быть, Энви там как-то чуть не убили. Ладно. Ладно. Так, у нас Айсайсайс пошел немножко Мизери понапрягать и в итоге возвращается сейчас Слардар в мид. Палайдая видит, на Палайдая делает разгон, Финрир подходит сюда. Бернинг есть, дасты, Палайдая в опасной позиции и забрали. Да, ну вот, кстати, Айсайсайса сейчас Мизери должен будет увидеть. Пока они разбежались. Ну, уже чуть осторожнее, чуть-чуть осторожнее действуют команды. Видим, не особо тут, там, Спиритбрейкер быкует, хотя Тайдсинрир, как мы уже говорили, найти свое место на этой карте. Вот, Мизери выходит. Хорошо, на него сразу же берется разбег. У Мизери, если что, еще есть булыжник. У нас 125-то. Для Ганга. Ну да, такой, действительно, гангающий. Мизери вообще хорошо экспериментирует, то есть он берет все время таких крипов, и даже если они не самые удачные, там, ни волк, ни сатир для эрли игры, то в данном случае он реализует почти все свои. Да. Вообще, я заметил, что в последнее время, думаю, стали чаще использовать эти моноберны, пурджи, вот эти, действительно, необычные способности. Бывает такое, что, там, 5 миличников, крипа на скорость берешь и въезжаешь. Ну да, и просто с кабольдом с этим. Вот, пошел булыжник. Ice 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 отдает личный стан и уезжает. И скользает. 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 Ice 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 у нас понимает, что сверху ловить нет. Все-таки здесь Ember Spirit, шестого уровня. Ну, в любой простой ситуации он просто забирает его слеймгварда и продолжает бегать, искать дума. Тим Сикрет, ну, этому думу активно помогает, не пускает его в свои лисы. И Ice 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 пока в тяжелой ситуации, вообще ничего не может сделать на хардлайне. Нужно ждать своей команды. Да, ну, я так понимаю, ждут пока Бёрнинга, того момента, пока в апах хоть что-то себе сможет дофармить. Так, у нас тут пирог Ложь-Смерть забегает, видит Супера. Ворует Экспиренс. Можно еще и Волчка подрезать. Ну, не рискует. Да, да, это совсем такое мероприятие рисковое. Ну, сейчас одновременно он сейчас светит трех героев. То есть аккуратненько тает и флай на визаже, при этом коровка у нас в позиции. В принципе, очень много ресурсов. Ее еще тычку! Еще тычку! Успевай дать и сам уходит в инвиз! Еще до того момента, как на него успел навестись спиритбрейкер, не ожидал. Я явно Фенриер такой подставы, потому что Курьер умрет почти под базой. Вот в тыл врага уже забрался Баунти Хантер и уходит через центральную линию. Ну, пока Тим Секрет и очень уверенно играют. Ну, видно, что у них есть план на игру. То, что они задают темп в этом матче. И сейчас будет выход на Айс Айс Айса. Там уже Пупей подходит с пятым уровнем. Нужно что-то сделать в Аратруму. Вот он сейчас так бегает, но по сути немножко бесполезен. То есть Баунти Хантер его отлично раскусил. И вместо того, чтобы попробовать кого-то похарасить или показать свое местоположение, он просто светит спиритбрейкера. Показывает периодически, где бегает Волк. И теперь караулить, чтобы никто с Лорда не полк. Можно выходить. Ну, вот он с Лорда. Вот на него нападают. Есть связочка. Стан, конечно же, идет, но умирает. Сель. Энви переострелить бы вышку, чтобы случайно не сдохнуть. Подходит видишь. Баунти Хантера засекли. Развел Баунти Хантер брат Романа Дасты. Но с другой стороны добить его, добить его надо. Куда все отошли? Бёрдинг. Глоба еле живая. Глоба еле живая. Ловит Куртеп. Еще два удара. Но Башек провокатывает по Вихе. Есть! Еще он поломает или нет? Да! Он убивает ее! С запасом 19, кажется, урона. Виха забирает Queen of Pain. Что творят эти секреты? Такая необычная ситуация. Куда-то пошел Бёрдинг. Ты видел, как он пошел? Да. Он пошел, никого не убил, вернулся. И тут свою смерть нашел. Ну, он причем очень коцанный был, когда возвращался. Видимо, куда-то занырнул слишком далеко. Так, а инвокер, судя по... Роби, что? Тоже будет орхид собирать? Тут Волк нападает на Мизери. Мири нужно отступать. Есть у него земля. Хорошо спрятался. Подходит сюда в 3-3. Бьют Волка. Вешают коллснап. Волк погибает. Браво. Да, конечно, под Scorch Earth и под снапом почти невозможно убежать. Даже если ты Волк. Нереальная комба. И Вич, и Гейминг начинают сыпаться. То есть, необычные явления. Но они сами куда-то лезут. Хотя, сказал, просто фармили. Бупей завтарился быстренько, пока убегал. Ничего особо не теряет. Радует, что там плюс-то голды. И чуть не отступил. Герник вовремя. Так, тут у нас Энги пока занимает позицию Shadow Shaman. В миде Пайлайдай. Его, кстати, видят. Может быть, на него разбежится Спиритбрейкер? Или пока рановато? Да, кстати, Спиритбрейкер. Десятая минута. Уровень четыре еще даже не набрал. Так что от него проку сейчас уже реально маловато. Потому что Пайлайдай уже скоро будет шестой. Если еще там какой-нибудь фраг удачи получится организовать. А там треки. Мы помним, что такое треки. Кстати, Shadow Shaman покупает себе Транквилы. Так вот сразу. Хотя много раз мы отмечали то, что серьезные проблемы по монопулу этого персонажа. И без аркан бутсов ему очень тяжело. Да, но с другой стороны есть Баунти Хантер, который может их тоже нафармить. И потом, впоследствии, Гуардиан Грейвс какие-то для себя вынести. Ну, возможно, расчет идет именно на это. То, что будут толпой бить. И Смоук. Есть Doom? Надо реализовывать. Баунти Хантер. Срочно взять шестой. Сверху. Сайсайс сражается с Энви. И такая неприятная битва. Сайсайс горит. Энви очень хочет связать. Но кулдаун подходит в инрир. Есть иллюзия. Есть вышка, которая больно его пробивает. Энви не может прыгать. Но прыгает и улетает. Браво. Просто жесть. Причем отбивается Ботлом. Он понимает, что в него где-то там летит тычка от Тауэра. Да, вот она в него прилетает. Но, естественно, он остается в живой. Тут еще другая проблема. Все-таки нашла его та смок-атака. Его быстренько забрали. Но вот Дума могут оказать. Отход Fy. И по-прежнему. Спирит брейкер пока непонятно, зачем здесь. Ну-ка. Пока стоят. Ну, я сейчас стараюсь подумать, что вообще происходит. То есть, если посмотреть по вижену, вардов своего вичи гейминг нет. Вот стоит вот этот вард. Я не знаю, зачем он здесь. То есть, что он видит. А о чем он докладывает. То есть, грубо говоря. Ну, вичи гейминг видит все то, что видят и крипы. На своем хайграунде. А секреты молодцы. Поставили интервью, чтобы проверить наличие абсоута. Блочили спад. Спад, который не может фармить волк. При этом полностью контролирует вражеский лес. И безнаказанно забирает тавр. Да, да. Шаду Шаман первые свои варды использует на тюрьму вышку внизу. Ну, там, кстати, подсказывают, да, что с Транквилами чуть меньше 50% энрейд. С Аркан Буцами 60%. Ну, просто у Шаду Шамана, в общем, мы обсуждали. Там одни змейки только 200 маны стоят. Это достаточно дорогое заклинание. А если он еще хочет дать там молнию, хекс, сетку, то это вообще 4 сотки. Как бы на пол свой монопул. Ну, вот, может, сейчас что-то подфармит или там какие-нибудь статы купит. Может быть, там барабанщики, чтобы были лучше статы. Да, может быть. Во-первых, тут грейджин и стик будет, да, просто чтобы монопул был чуть больше. Ну, в общем, в миде сейчас идет нападение. Айсайсайз находит сейчас инвокера. Айнвокер, замечательная торнадо. Дум в ответ, куда Айсайсайз. А тут же Эдви нападает. И вот он спиритбрейкер. Непонятно зачем, хотя инвокера вроде бы и забрали. Но спиритбрейкер погибает. Сажаются птички. Много, много дизеймлов. Но супер по трекам. Последний момент убирает. И Бёрдинга также уничтожают. Трипл килл от мизери. Перетянул последний момент F1, но сейчас могут его наказать. Повесили трек. Еще и птичек поубивали. Ну такое, знаешь, вот нападать под тавер с лордаром без блинка на инвокера, который в любой ситуации сможет кинуть в тебя торнадо, как бы ты хорошо на него не бежал, это уже авантюра. Китайцы ломаются. Не выдерживают. Да, да, да. Как-то менее-менее надежно начинают действовать. Вот менее, я не знаю, обдуманно, менее взвешенно. Вот, вот. Потому что, да, вот такой набегающий с лордар. Ты прекрасно понимаешь, там же инвокер через торнадо играет. Он тебя уже там тысячу раз убивал. F1 минус в центре. Очень быстро и опять по трекам. Жесть, как она и есть. Секреты не сдаются, причем так хитро пушат, специально по пейни ставят в Орды, он их экономит, чтобы возможно можно было пойти забрать Рошана. Тауэр забрали и отступили. Ну вот помигал, помигал Doom только что в направлении Рошана, скорее всего туда сейчас справятся. Такое ощущение, что вот такой каламбур вносит Bounty Hunter в ряды Вичи Гейминг. То есть в первой игре, там правда Bounty Hunter не было, но во второй, в третьей игре сейчас чувство, что Вичи Гейминг не знает, что против него делать. То есть нет никаких центрей, которые бы могли его чекить. В начале, да, в начале против него что-то делали, и в начале Spirit Breaker был с дастами. Ну вот как ты правильно еще говорил, там пару минут назад, БХ избрал несколько иной стиль игры. То есть он не просто харасил на линии каких-то там х**рей, а вот молниеносно. Появился, убил, не убил. Да, у нас там Лекуан за демайл, а Эггис волко. Неплохо. Очень неплохо. Секреты к такому тоже не были кто-то. Да, да, да. Ну вот видишь, маленькие неожиданности. Маленькие неожиданности преследуют Вичи Гейминг. И пока они не оделись, самое время идти их и давить. Doom на Слардар. Слардар почти умер, да не почти, он скорее всего там погибнет. Влетает Волк, тут же Клопа. Будет ли Соник Вейв, на Соник Вейв просто не хватает маны. Инвокер погибает. Ликантруб просто бегает как бешеный. И съели Инвокера в размен на Сельдь. По сути неплохо. Но уже более-менее. Вичи Гейминг более-менее выкарабкиваются. То есть справляются ситуации. Самое время просто захладиться. Есть ли уж у вас такие проблемы с инициацией. Мы видим то, что Баратрум пятый уровень. И я думаю, что он вообще не хочет ни в кого ворваться. То есть он свое отбегал и говорит. Так, Хайстас, давай-ка теперь иди по анганге. Мне шестой левел надо набрать. Ну да. То есть на 16-й минуте не иметь шестого уровня. Для такого персонажа это конечно серьезный зашквар. Появляется... Появляется Владимир Думай, чтобы гейминг в свою очередь так быстро не форсирует драки. Могут подфармить большое количество героев, которые могут набрать в форме лесу. То есть это и Клопа, который с форсорчатом имеет довольно-таки высокий РПС. И Волк, который с Владимиром фармит что древних хэншентов, что обычных хэншентов. Ну, кстати, стоит отметить то, что у Витя большое количество героев, которым необходимо собирать БКБ. Ну, они могут себе собрать и им как бы рекомендуемо собирать БКБ. Это и Ликан, и Баратрум, и Слардар, и Клопа. Типа все могут собрать БКБ. А мы видим, что при сборке БКБ против такого пика, как у Сикрет, например, если БКБ появится в ближайшем будущем, могут возникнуть проблемы серьезные. Хотя сейчас пока проблемы только у Ликантрола. Пока-то находит Шаман, хватает свою сеть и уничтожает вместе с командой. Правда, Мизери сейчас могут забрать в ответ. Хорошо. Спиритбэкер нормально Незерстрайком контрил, но под Змейки лезть драться никто не хочет. Можно подождать. Может быть подойдет FY, может быть Змейка захочет разбить и полайдать. Пошел, забрали Виза же. Ну, такое себе занятие. 7500 голды. Да, 7500 голды. Плюс еще вышку сейчас будут забирать, скорее всего. Или нет, потому что Змеек уже нет. Но пока еще под Тауэром обосновать. Сикрет нет, отступает, отступает. Улетел на топ Энви. И Сикреты отлично используют свой пик. Когда у тебя в рядах есть Баунти Хантер, то в принципе можно ходить и размениваться 1 на 1 постоянно. То есть даже если у тебя заберут Бумбрингера, как сейчас было, или может быть какого-то Эмбер Спирита, это прям не шибко важно. Потому что по голде, вот за счет треков, вы получаете солидный вес. Там даже если вы суппорта заберете и отдадите кэри. Ну да, если вы там какой-то размен 1 в 2, 2 в 2, то в сути, если у вас поживает хотя бы один нормальный герой, которому эти деньги пригодятся, то естественно в серьезный вес вы выходите. И Вич и Гейминг сейчас имеют блинк на Слордаре. Вот теперь можно как-то попробовать поврываться. Может быть первым совершить инициацию инвокера. Нужно попробовать и... Ну попробовать, да. Нужно попробовать, есть Смоки. Да-да-да-да, подходит. Птицы. Ликан трансформируется. Все пони СМС. Стараются отступить. И Вич и Гейминг. Сейчас будет торнадо просто в ответ. Куда Слордар прыгает. Но Хекс моментальный. Свороте убивает. Ничего ему не сделает. Волка также прогоняют Фенриер. Будут, наверное, за ним гнаться. Дум, кидается на Супер. А Фенриера просто режут своими саблями Этернал Элли. Отличные чайны. И это минус... Считай, как команда. Ликантроп. А Ликантроп погиб на базе. Это феноменальная реакция от Team Secret. То есть как только Волк нажал свой ультимейт, и казалось бы, что через 2 секунды ворвется Слордар, и все будет замечательно. Но Сикрет все поняли и просто решили отступить. Но на потомка день, когда вы все готовы, как ты уже знаешь, что Слордар в тебя вот-вот-вот прыгнет, то Пупеев, мы видим, скатерлировал. Да, да, да. Ну, на базе, на самом деле, Ликантропа Бёрнинг добил. Псину. Все, отжила свое. Надо прикончить. Ну, на самом деле, правильно. Не задал лишний фраг. Тем более, там, кажется, тоже по трекам был Волк. Так, тут Бёрнинг по Дорхидам. Но, естественно, никуда отсюда не деться. Очень мощный урон. Суки, Фенриер на кого-то нападает. Зачем-то Слордар тоже сюда подходит. Блик постоянно сбит из-за кучи какой-то непонятной АОЕ лабуды. И Виха опять подходит. На развороте пошли. Волки грызут. Нет, волки просто... Ну, слушай, на самом деле, при том, что это Виксовский инвокер, у него две сотки под Аллакрити, это очень прикольно. Ну, это хороший билд. Сейчас очень многие инвокеры всегда берут Аллакрити на единичку, потому что жертвуешь всего один скиллпоинт, но с другой стороны, как много пользы. Можешь его кидать на себя, можешь его кидать там на Дума. На тележку. На тележку, да, вообще. Имба. И... Ви... Гейминг. Вот там оптимистично смотрится Некро 3 на... Оке. Это очень единичное решение. Но если бы это были хотя бы Некро 2 в данный момент. Так, и Пайлайдай спалил. Пайлайдай нашли. Врывает вот сюда Бёрнинг, быстро его забрали. Ну, смогганг более-менее реализовали. Могут дальше идти. Да, хотя бы кого-то тут наружили, и то неплохо. Тут, кстати, варды начнут падать через, там, 12 секунд. Да, но пока спиртбрейкер ломает. Ну, вот Пайлайдай сейчас... Сейчас Пайлайдай более-менее хорошо сыграл. То есть, даже несмотря на то, что его взяли, но взяли его далеко. Тавара, как мы видим, до Тавара Вичи Гелька только доходит. А у Баунти Хантера уже 15 секунд. Тайм-реса очень скоро вернется. Да, там еще ничего нет. Там тех же Некрочей нет, которые можно было сейчас активировать и просто натравить вместе с птицами и волками. Энви отходит. И вот они стараются сейчас что-то сделать, но мы понимаем, что вот такие сонки, как птичка Визажа, или волка, или волки, у которых с хп, они вообще не делают погоды и нужно отступать. А еще птицу срезают, Энви? Это критическое. 160 секунд, боец. Флай начинает очень странно играть. Так, вот стоит в засаде, видит его. Ну, слушай, Энви могут поймать здесь. Отлично! Прочувствовал Энви этот выход. Ну, понятно, что ребята были в миде, куда-то вдруг неожиданно ушли, и ты у них под Тир-2 локацией. Не будрено. Ну, тайминг хороший словил. И раз уж не получается, у Вичи Гейминг пока как-то попробует напасть, потому что все смоки были реализованы, то, видимо, собираются все смоки отрывать. Преимущество у противника невероятное. Как мы видим, Волк, ну, образно говоря, не боец без БКБ. Он тут будет летать, получать полдснапы, чайные Атем Спирита, Хекс Шаманова, все что угодно получит у нас Волк в этой игре. И просто решили товар отдать. Ну, возможно, к лучшему. Может, сейчас бы еще погибли все, и когда ты погибаешь на такой позиции, то, естественно, хорошего мало. Так, у нас тут Мизери находит Бёрнинг. Хорошо прыгает Слардар. Можно убивать Дума в такой ситуации. Да, и этим шансом пользуется Вичи Гейминг. Хорошо. Посмотрим, сколько там за Дума за одного дали. Ну, полторашечку. Тут еще можно взять Пупея. Пупея стоит один, вешают на нее Amplify Damage. Его забрали, причем прямо перед там. И Team Secret дарит два подарка для своих противников. Да, вот там полторы тысячи, тут тысячи, это две с половиной, плюс вышка. Это три с половиной косаря денег. Ну, в целом, уже одну, так, одну четвертую они отыграли. И при этом еще пофармят в это время. Да, конечно, это не говорит о том, что у Сегритов проблемы, но говорит о том, что остановитесь. Остановитесь, успокойтесь. Волк начал играть хорошо. Понимая то, что в целом волки сейчас не особо нужны тебе для фарма, потому что у тебя у Смова хватает, чтобы больше скрипов добить, начинает использовать разведку. То есть, ну, когда убивали Думу, они были в полной уверенности то, что волки испытывали шаду шаманчика. Вслед за этим были в полной уверенности, что остальные ребята далеко. И вот эти волки сейчас играют огромную роль в разведке. Да, вот Инвокер покупает себе Аганим. Сейчас мы посмотрим. Не часто увидишь Инвокера, который вообще его собирает, но и после этого хорошо реализовывает. Не, ну, сейчас вообще Аганим выглядит очень темповым артефактом, то есть тебя быстро не сфокусят. С другой стороны, у тебя заклинания чуть-чуть сильнее становятся, потому что недавних патчей по плюс один скиллпоинт добавляется к каждому, к каждой арбе, которую используешь. Ну и вот Слардар, кстати, спалил Виху. Отлично. Да, ну, не знаю, можно было попробовать кинуть Торнадо, но Торнадо вообще нет пока в списке у Вихи. Там пока такой боевой билд. Да, 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 пока убийца, убийца Инвокер. Никого не найдет, пока Требро занимается тем, что разведают позиции. Вот если уж у вас такая домината, единственное, что способно спалить, то может быть даже стоило бы купить гем. Да, сто процентов стоило бы купить гем. Вот, просто видит. Да, вот видит. Тип, причем так прикольно. Палица поперечил их убить. И тут рвается айсайсайс. Минус армор. Пошел Волк, Грейс, Пизери. Но большинка очень... Стоит Варды. Варды дамажит. Слардара убили. Остается один филлер, которого Дума просто не можно убить. Ну, забрал сам... Правда, все это в трек. Волк понимает то, что нужно убегать. Бернинг Дума. Нужно валить, но... Этен Млэн не отпускает. Да, и Супер Азот тоже сейчас зарежет. Это минус четыре триплкил от Этернал Энви. И также убивает еще Визр на нижней линии. Баунтихантеру достается фраг. Видим... Ну, байбеков ни у кого нет. Хотя они вроде не особо нужны. Но все равно... Очень, очень, очень... Жесткая игра от Team Secret. ГГ. Ну, я уже люблю эту команду. Невероятное исполнение. Именно исполнение. Вот в чем вся суть. То есть, возможно, даже какая-то макро задумка, она вроде бы слишком сочетается, да? Они слишком герои друг с другом взаимодействуют. Но в итоге ты смотришь на этого инвокера, который все убивает. Ты смотришь на этого Эмбера, который все делает правильно. На этого Баунтихантера, который всю карту просто задоминировал. И понимаешь, что можно по-разному играть на героях-то. Да, и при этом увидишь то, что вот эти вот жадные пики Вещи Гейминг ставятся как-то вот быстренько подфармить все. Блинк Даггер на Свардаре. Может быть там что-то взять для... Что там еще? Сейчас. Для Ликана. Для Квапе. То есть три героя, которым нужен фарм. Но Secret это не те ребята, которые позволят тебе нафармить эти артефакты. Безусловно.